В три минувшие выходные прошел патриотический форум «Родину любить». Он собрал на своей площадке более 240 школьников и студентов и больше сотни педагогов со всего Верхневолжья. Известные спикеры, ученые Санкт-Петербурга и других регионов России провели для молодежи мастер-классы, прочитали лекции по истории, а педагогам рассказали о новых методиках воспитания патриотизма и преподавания истории. Что необычного узнали на форуме гостей, выяснила наша съемочная группа. Форум «Родину любить» приурочен ко дню освобождения Калинина, а потому большая часть площадок мероприятия посвящена истории и патриотическому воспитанию молодежи. Как получать и передавать знания следующим поколениям – одна из ключевых тем. Об этом на отдельной площадке рассказали спикеры из северной столицы. Она говорит о патриотизме, о любви к Родине, о тех высоких, наверное, чувствах, о тех самых традиционных, нравственных российских ценностях, о которых мы сейчас говорим много. И, тем не менее, недостаточно. Буду рассказывать ребятам о том, как и каким образом они могут это делать. То есть, как они могут, несмотря на то, что у нас был юный возраст, эти знания сохранять, передавать. Специалист высоко оценила уровень патриотизма среди молодежи Верхневолжья и отметила, что это результат правильного воспитания, как в учебных заведениях, так и в семьях. С тем, что это комплексная работа, которая не должна прекращаться, согласно и команда юных слушателей из Ржева. Мы действительно являемся патриотами и, может быть, даже в большей степени, чем были наши предки. В какой-то момент мы забыли нашу историю и сейчас максимально пытаемся ее вспомнить. Это действительно очень важно. Нужно помнить о том, какие были все-таки наши предки и стараться тоже быть мужественными, как они. Еще гости отметили необычный формат общения. Это не просто привычная лекция. Здесь можно было напрямую пообщаться со спикером, задать самые каверзные вопросы. Мне понравился формат общения, потому что более разговорный план. Когда разговаривают с ребенком, скорее всего, это больше как-то вылавливается информацией. На форуме работало несколько площадок. Если эта посвящена методикам патриотического воспитания, то другая история тверских храмов. Площадка, которую организовала епархия совместно с Россией Моя История, она посвящена как раз роли и значению церкви в годы Великой Отечественной войны. Мы говорили не только о Твери, о церквях, храмах Твери, но и о том, какое значение для всей страны имела Русская Церковь. В рамках лекций юным слушателям рассказали много интересных моментов истории, которые на уроке точно не услышишь. Причем формат тот же общения. К тому, как должна подаваться информация молодежи, особое внимание, говорят организаторы. Дети меняются. Работать с ними, с использованием тех же методов и способов, с которыми мы с ними работали 30 лет назад, уже эта работа неэффективна. Поэтому мы собираем спикеров федерального уровня, которые, основываясь уже на исследовательской деятельности, на своем опыте, могут нам рассказать, какие форматы работы сейчас наиболее эффективны как раз в патриотическом воспитании. Форум работал два дня. Первый для молодежи. В нем приняли участие более 240 учащихся до 18 лет. Второй этап для педагогов. Около 150 человек подали заявки на участие. В качестве лекторов специалисты федеральных учебных заведений. Они прочитали учителям лекции о методиках патриотического воспитания и преподавания истории.